Это первый боевой самолёт, разработанный, как говорится, с нуля силами промышленности Российской Федерации. Является гордостью нашей страны. Многофункциональный комплекс пятого поколения. Перед вами Т-50 Сергей Богдан. Истребитель невидим, курадары Т-50 не фиксируют. На авиасалоне Марса этот самолёт, пожалуй, та самая вишенка на торте показатель полётов, которая приковывает внимание всех посетителей. По словам главкома военно-космических сил Бондарева, зрителям демонстрируют лишь 60% от всех способностей самолёта. Показывают самое зрелищное относительно короткие взлёты по садку, а также сверхзвуковой самолёт без форсажа. То есть он может поддерживать крейсерскую сверхзвуковую скорость, экономя огромное количество топлива и ресурс двигателя. Истребитель пятого поколения уже прошёл государственные испытания по пуску боевых ракет. Это, естественно, на площадке Макса не демонстрировали, а уже в следующем году все испытания будут пройдены. Единственный иностранный гражданский самолёт, представленный на Максе, аэробус А-350. Самый бесшумный из всей линейки лайнеров подобного типа. Он впервые в России, на него уже стоит очередь из авиакомпании мира. Аэрофлот, например, получит первый А-350 только в 2018 году. Лишним он не будет, говорят в ОАГ, несмотря на то, что к этому времени уже российская гордость МС-21 может выйти в серийное производство. Но мощности у производителей может не хватить. По долгосрочным прогнозам, мировой пассажиропоток будет увеличен в 2,5 раза до 1934 года. А спрос на самолёты с количеством кресел от 60 до 120, например, составит более 4000 единиц. На долю России придётся 860 таких судов на общую стоимость в 94 миллиарда долларов. Что касается динамики авиаперевозок в России, то после длительного периода сокращения, в конце 90-х, начале нулевых, современная Россия вышла на уровень авиаперевозок, сопоставимый с объёмами СССР. По данным на сегодняшний день, Россия по объёму авиаперевозок находится на седьмом месте в мире, по данным ЭКО. При этом международные перевозки в России за последние годы достигли почти 60%. В долгосрочной перспективе мы прогнозируем рост прямых маршрутов, как необходимой составляющей дальнейшего развития авиаперевозок. Подобные прогнозы традиционно делают все мировые лидеры авиаиндустрии. В этот раз они все, как под копирку, позитивны. Невзирая на отчёты по рынку, снижение промпроизводства и реальных доходов россиян. Авторы говорят, прогнозы долгосрочные. В перспективе на 15 лет рынок обязательно пойдёт вверх. Очевидно, что в Минпромторге России о таких прогнозах явно знали. Поэтому и сделали этот МАКС ориентированным на гражданскую авиацию. В предыдущие годы первая скрипка была у военной авиации. С этим в ведомстве и связывают то, что по итогам авиасалона цифры по заключённым контрактам могут оказаться меньше, чем на предыдущих мероприятиях. Военная техника традиционно дороже. Вы знаете, очень сложно сравнивать всегда одно мероприятие с другим с точки зрения объёмов заказа. Потому что это очень циклично. На прошлом МАКСе было подписано достаточно большое количество договоров с Министерством обороны. За счёт этого объём получился в деньгах достаточно большим. В этом году у нас меньше контрактов, но при этом больше новинок. Одна из таких новинок – вот этот гигант. Тяжёлый военный транспортный самолёт, который может перевозить на своём борту 60 тонн груза. Для сравнения, полностью укомплектованный истребитель Т-50 сам весит в два раза меньше. Ил-76МД-90А – это первый экземпляр серийного самолёта. Его только в май покрасили, да и летал он всего два раза. Причём второй раз сюда, на площадку МАКСа. Несмотря на это, на него уже есть заказы. От Министерства обороны на поставку 39 машин. И уже традиционно большинство компонентов российского производства. Регулируется и высота этого сидения, и регулируется положение педалей. И самолёт в данном случае комфортен. Кабина пилота размером с кухню в хрущёвской квартире. Все надписи на приборной панели исключительно на русском языке. Раньше подобные самолёты Ил делали в Ташкенте. После того, как экономические и производственные связи с Узбекистаном ослабли, Илы практически с нуля были вынуждены делать в Ульяновске. То, что добрососедские отношения могут длиться недолго, на предприятии учли. И ещё три года назад, до обострения отношений с Украиной, начали искать замену их агрегатам. В дальнем зарубежье фактически осталась только система предупреждения столкновений с самолётами, так называемой ТКАС. Вот это импортная система. Больше импортных систем дальнего зарубежья на самолёте нет. Всё отечественное. Есть часть оборудования, агрегатов, это которые с Украины. Но этот вопрос решается достаточно давно уже, на протяжении двух-трёх лет. Говорят, что авионику мы не можем производить в России. Прекрасная авионика, поглядите. На самолёте так называемая стеклянная кабина. Восемь многофункциональных индикаторов. Два у штурмана шесть у нас. Правда, аналоги иностранным компонентам ищут не спеша. На складах у авиапроизводителей достаточно запасов по старым международным контрактам. Так что самолёт, который будет на 100% российским, в ближайшие несколько лет всё же не найти.